ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Сегодня, на самом деле, для меня самый такой волнующий день, потому что если бы мне кто-нибудь сказал тогда, когда я впервые услышал группу «Дети Кеннеди», что я буду общаться с самим Шурой Антоновым, я бы посмеялся, конечно, сказал бы, да-да, ребят, наливай. Но так как сегодня все выдалось, мы бы больше хотели поговорить про все творчество, не про отдельное какое-то «Дети Кеннеди», «Амударью», «Даб ТВ», а вот про все творчество, начиная, конечно же, с «Дети Кеннеди», потому что, по-моему, «Дети Кеннеди», да, оно и стало каким-то общим. Была же предыстория какая-то группа, да, «Дурак-дурак» или как? Да, «Дурак-дурак» была группа. Ну, это как бы студенческие годы, институт, мы, и там на ту пору в каждом, наверное, институте себе обожающим был рок-клуб. Вот, и у нас, ну, конечно, у каждого была своя рок-группа, и плюс еще там подыгрывали все друг другу, ну, то есть это целая такая большая компания, вот. И у меня, значит, я играл в гитаре еще у кого-то, и вот своя группа у меня была, соответственно, у меня еще кто-то тоже играл. Вот так все это было. Вот, потом путем мутации вот в этом вот коллективе борьцовом творческом вот появилась, собственно, группа «Дети Кенди», потому что там развалились еще пара других, люди освободились, в общем, так получилось, и собрали «Дети Кенди». Вот, а поскольку, ну, уже эта история была не первый год, то есть уже многие к этому моменту научились играть уже более-менее, ну, и группа была уже, как бы, такая, ну, там не стыдно было показывать, да. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот, и, соответственно, получилось, что поехали за границу куда-то на гастроли. Первые же гастроли там, да, были? В 1922 году. Как вообще получилось, что… Это культурный обмен был, это, как эти, анархисты, вот, ну, у них такая мощная система была, как у хиппи, то есть там можно было поехать, там у каких-то анархистов остановиться, там, и, в общем, все эти гастроли были на фоне вот такого культурного обмена, То есть какие-то анархисты приезжали. А кого сюда они взяли? Москву, да, группа. Я не помню, какая-то была группа. А мы уже поехали, соответственно, в ответ к ним туда. И как? Ну, как? Это, ну, получается... Дисбаланс ощущался? Ну, первая поездка, конечно, это все было очень, ну, очень круто. То есть мне подарили квартиру в Берлине, например. Да, я... Надо, надо бы. В 92-м году, то есть выехали за границу туда-сюда. Обалдеть, вот. И мы долгое время такие думали, не остаться ли нам за границей. Тут казалось все очень, как бы, красиво и хорошо. И, ну, пиво много разного, да, туда-сюда. Вот. И всерьез думали. Вот я вот месяца два думал, наверное. Но потом подумал, что надо домой. Поехали домой. Нас и здесь неплохо кормят. Все, все-таки подустала душа. Ну, там даже не душа, а просто, ну, так понимаешь, что нужно как-то там привыкать ко всей этой истории. Блин, на работу ходить, то все. То тут у нас 92-й год у нас, о, панк-рок вообще, вся страна панк-рок. Вообще веселись не хочу. А там-то понимаешь, что сейчас, ну, ладно, надо идти подтверждать свое высшее образование. И учиться там, учиться, и учиться еще пару лет, а потом к станку, там, в смысле, в офисе сидеть там еще. И работать инженером, зарабатывать. Ну, то есть, короче. Ну, муторно. Когда здесь были перспективы, вроде маячили, там вроде как, кроме хорошей жизни устроенной ничего такого нет. Да, да, да. Еще это хорошая жизнь, надо постоянно доказывать, что ты там это нормально. А воспринимали как советские группы? Ну, очень хорошо, конечно, воспринимали. Там все на фоне перестройки, это и все. А потом еще у нас как-то удачно мы со стилем разобрались там. Ну, то есть, у нас совсем простые песни были, веселые. Вот. И грустных не было. И поэтому, так же на русском языке все это воспринималось на ура. И прям очень народу нравилось. Вот. И что интересно, тогда, значит, играли, ну, панк-рок такой, да, получается, а только в 92-м только Нирвана вышла, Нивермайнд. И все такие Нирвана, Нивермайнд, ну, в принципе, неплохо же, да. Ну, все такие, куда ни придешь, говорят, а вот я там, там, был только что, там, что-то такое, винил достает, и смотришь, опять этот грудник. Ну, и ладно, Нирвана. А вот когда через два года приехали, они все стали слушать обратно панк-рока, а играли все Нирвану. Вот все играли эту Нирвану, за два года они ее все сняли и играли, ну, похоже. Ну, то есть у них ностальгия какая-то была по панк-рогу потом? Ну, да, сразу, 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 нет, вот, то есть вот буквально два года прохло, мы что-то раз приезжаем там уже, и понимаем, что тут уже, как бы, нас гораздо больше любят, чем прохо, раз, хотя ничего вроде не произошло. А просто они за это время все пересели на Нирвану и стали Нирваны слушать. А тут, оказывается, а, вон что есть, а-а-а-а. И, то есть, вот прям странно, то есть, ну, какое-то прям поветрие было, все прямо на эту Нирвану, ну, хорошо. Ну, прям заметно было. То есть, Курт Кабейн, видимо, оказал на ту пору, там, на европейцев мощную воздействие. Да, на мировую, мне кажется, даже уже. Да, да, да. Ну, я, поскольку сам никогда не любил Нирвану и не слушал, то для меня это было удивительно, что нифига себе, куча народу на ровном месте появилось, вот, ну, на такой момент. Ну, почему нет. А Дети Кеннеди – это игра, название, да, Дед Кеннеди у Джилла Беофра? Ну, Дед Кеннеди, да, да, да у нас-то они все так назывались. У нас и Дурак Дурак-то тоже, в общем, по такому же принципу. Типа Дюран Дюран? Ну, нормально. Нормально, я бы не подумал, если бы нет. Нет, ну, так, это юмор такой был на ту пору. Неплохо. И вот, значит, группа живет до какого-то времени, да, там, выпускаются альбомы, вот как оно, да. Перед ним еще, по-моему, какой-то был. Да, песенки «Сузулубес» был такой. А дальше группа где-то в середине 90-х распадается. Ну, она не только распадается, она, как бы, наверное, сказать, прекращает свое существование. И по другим причинам. Потому что, ну, мы вот как раз поехали, был случай, вот как группа «Младарья» возникла. Это мы поехали тоже на гастроли, и в Амстердаме дело было. И нас какие-то полиция накрыла какой-то панковский сквот, и у нас накрылся из-за этого концерт. То есть у нас там завтра, допустим, концерт, а вот приходят эти панки и говорят, ой-ой-ой, анархисты эти. Говорят, ой-ой-ой, нас полиция там прищемила. Ну, и делать нечего, а мы жили там только в каком-то сквоте, ну, и деньги нужны туда-сюда. И нас послали играть на улице, типа, как это называется, даже не знаю. Я ни до, ни после ни разу на улице не играл никогда. И мы-то приходим на место на Арбат, там у них в Амстердаме. А главное, что совершенно без какого-то соображения, чем там играть будем. То есть, ну, сказали, надо пойти поиграть. Ну, мы такие пришли с двумя гитарами, гитаристами, сели такие на этом Арбате, и сидим и думаем, ну, а что играть-то? Ну, играли сначала русский народный, рок-н-ролл какие-то классичные. Ну, ничего тут еще не играть, ну, так кидают, ну, мало денег. А надо денег заработать, ага. Теперь вы дозрели и приобрели возможность зарабатывать деньги частым трудом. Французский язык знаете, надеюсь? Очень плохо в пределах гимназического курса. Ну, что ж, будем орудовать в этих пределах? А было две рыги-песни у нас, которые никогда не играли, потому что они рыги. Ну, и стали их играть по кругу, они длинные. И нам накидали за два часа что-то столько денег, что, ой, нам хватило, по-моему, на неделю, там, на 20 человек еды. Вот. И мы такие сидим, ну, после этого пивко пьем на канале, такие, рассуживаем, что, смотри, вот панк-рок, что, так себе музыон. А вот рыги, смотри, денег сразу сколько накидали. Давай в Москву приедем и соберем рыги-группу. Давай негров наберем, девок. Давай. Вот. И забыли все. А потом как-то с Лаверским играли концерт, все в этом, как в Балтийском проезде, сексом было все тогда. Вот. Клуб. И ему, Антоша Матузный, звукорежиссер Лаверского был, и дружище мой. И я ему говорю, слушай, Антоша, а у вас же сейчас модный клуб «Не бей копытом», давайте, что, наше супергруппу там не играет. Он такой морщится, говорит, ну, вы ж панки. И тут я вспоминаю про эту историю, говорю, слушай, погоди, погоди, какие панки. Ну, это же рыги-проект. Он говорит, да, ладно, правда, кто ли, отлично. Я такой думаю, о, как я молодец, вовремя вспомнил-то эту историю. Он говорит, а у нас тут будет день рождения Боба Марли, давайте, вот вы все к нам. Давайте. Ну, и тоже поговорили, тоже забыли. И потом он мне звонит, там, за две недели, что-то говорит, ну, выступать-то будете. Я говорю, да, опять вспоминаю эту всю историю. А, да. Будем, 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 будем. Он говорит, а группа-то как называется? Андрея. Ну, то есть, это, ну, состояние человека. Это к реке не имеет отношения. Ну, там. Ну, каков вопрос, таков ответ. Ага. Как называется? Ну, ну. Амударья? Амударья. Так, как жизнь? Амударья. Вот, да, типа того, с утра полное амударья. Вот, поэтому, вот как, и потом, ну, и ребята, соответственно, тоже там, как-то уже в жизни надо было устраиваться, кто женился, кто на работу пошел. Там, ну, про дети Кенди, я имею в виду, про музыкантов. Кто-то перестал заниматься совсем музыкой, кто-то пошел в другие области, скажем, профессиональные, ну, звукозапись вот профессиональные, вот, видите, басист наш пошел. Вот, хотя неизвестно, чем он занимается, конечно. Вот. И как бы жизнь так, это... Ну, то есть, равномерно как-то решили, что, ну, все, вот, этап панк-рока закончился. Ну, не йокало сердечко, что, типа, ну, как же панк-рок, это вот, играть панк-рок, а потом перейти на реги, это что? Ну, они одно, по сути-то одно и то же, вот, вообще, только, только это панк-рок и панк-рок, а... Короче, везде позитив. Реги это ямайский панк-рок, скажем так. То есть, у них все там такое. Знаешь, я с Ямайки, братишка. Кажется, ты меня обманываешь. Я старин на своем, я с Ямайки. А если я не с Ямайки, то откуда у меня такая шапка? Ну, просто, честно говоря, ну, что-то новое там на ту пору придумать было сложно. Да и сейчас, ну, как бы, эта музыка-то и с регией та же самая история, по большому счету. Они однообразные, и там, ну, что ты не придумай, все равно будет какая-то калька там, ну, три аккорда, ты их такой последний сыграй, в такой сыграй, в эдакой. Ну, через какое-то время достанется, конечно. Ты хотел что-то больше, а больше, ну, как бы, это уже все-таки электроника больше, потому что там, что придумал, то и будет. И как бы больше полета фантазии получается, и вот, ну, действительно, и возможностей. Потому что, ну, панк-рок, это тебе надо еще как, ну, два придурка таких же надо. Конечно. Ну, вот, хотя бы барабанщик и басистов, ну, вот, хотя бы. Вот, причем они еще желательно, чтобы это играли хорошо, и еще как-то, ну, то есть, с удовольствием. С удовольствием в коллектив вливались, чтобы нее не было. Ну, да, да, то есть, это все сложно, то есть, либо, либо вот так я смотрю, современные-то, ну, группы, которые вот именно группы, скажем, да, они продюсерские проекты, они живут-то так вот, от случая к случаю тоже вспоминут. Ну, то есть, в принципе, если нам, ну, скажут, то, ребят, давайте, влупите концерт там огромный, там, вот, все соберутся, там, и все такое, вот, все в свои приедут. Ну, конечно, мы можем ощетиниться и собраться, и сыграть этот такой концерт. То есть, такой реюнь он как бы вполне? Вполне возможно, там, там ничего сложного, музыки нету, то есть, ее никто не... Ну, причем интересно, что все-таки вот с панк-роком там, и вообще, с группой интересно, когда люди все-таки начинают писать, все-таки, а давай вот так, сейчас там такие все-таки паузы, а потом такие, лупанем такие, а-а-а-а-а! И когда это получается, действительно, это дорогого стоит, и видно сразу, о, молодцы все-таки, что-то там такие заколдовались, и потом такие, а-а-а-а-а, все, о, хорошо, вот, ну, понятно, что с электроникой такого не придумаешь, ну, вернее, пауза она у тебя будет, да, ну, там, чтобы... Да, ну, это ты там кнопку нажал, ну, понятно. Ну, это мы уже плавно к ДАП-ТВ переходим, а вот я бы хотел еще про Амдарью спросить. Это 90-е, правильно же? Да, 95-го года где-то по 98-го. В принципе, тогда, насколько я понимаю, насколько помню, какой-то регги и ска-музыка, они же не были, ну, каким-то мейнстримом, да? Вот ска-музыка, в основном, она как бы появилась, ну, скажем, новая волна какая-то, была в начале 2000-х, там, вот, с появлением, вот, там, скопанка в основном. А вот Амударья, как бы, по-моему, попала в такой момент, когда вроде бы одна какая-то волна, там, доска прошла, и вот где-то была промежуточная. Чем была Амударья для того поколения? То есть, это было какое-то значимое событие на сцене? Или приходилось вот как раз довольствоваться тем, что, как бы, ну, недосказанность какая-то, чего-то не хватает, недопонятость, наверное, проекта? Ловлю последнее такси, уеду я сейчас домой, А ты останешься одна, и будешь плакать до утра, А утром, может быть, уснешь, и не увидишь первый снег, Что заметает наше детство и последнюю любовь, И ты устанешь замечать тоску и боль в своей груди, Когда опять придет весна, тупая грязная весна, Ну, как же ты могла подумать о том, что раньше снилось мне... Ну, скорее, столкнулись, наверное, с большой востребованностью, потому что, с самого проекта и музыки такой, потому что очень, ну, даже сами удивились, потому что, ну, историю создания-то я сообщал, да, то есть совершенно на ровном месте, совершенно случайно придуманной, Вот, и вот, собственно, первый концерт, про который вот это... Там, а мы сидим там на базе и думаем, А кто же у нас будет, допустим, на барбанах-то играть? Там, а, вон, Паша у нас есть, да, позвоним Паше нам, да, Вот, а петь кто будет? Девки кто? А, там, вот у нас Алена с канарейкой есть, надо им тоже, да, И вот в голове мы это все, и это потом всем... Ну, естественно, конечно, в группе попеть, там, поплясать, да давай, вот, Вот, и мы вот две недели там, ну, по-моему, две или три репетиции у нас было всего, И вот это первое выступление, и мы там такой фурор прорезвели, При том, что с моих так, ну, вообще играть-то никто не так... Ну, вообще-то так вот, если это... Ну, тогда, видимо, такая вот атмосфера была, что, ну, востребованно, Прямо нас на руках носили. Вот первое время, вот этот 95-й год, и в Питер мы поехали тогда сразу на гастроль. Так, все всем нравилось, это очень, очень. А вот сходу кто еще параллельно тогда на Региска сцене был? Ну, СКА, Регис, ну, там, получается, в Зеленограде мощное движение было на эту тему. Вот, меня только кто-то прислали, я вчера, по-моему... В Зеленый район, правильно? Да, вот у них мощно, у них до сих пор это мощно, в Зеленоград это... Да, там Куба, по-моему, была группа у них, потом... Энтори Цепт, Саш Кутинов, и еще у них много было, вот, в Зеленограде. А в Москве, ну... Ну, вот то, что и тогда, и сейчас, или уже тех команд не осталось? Ну, так, ну, конечно бы, в Москве это, конечно, остров была группа. Остров, это очень мощный был коллектив. Ну, со смертью солиста, естественно, прекратил существование. Вот, ну, вот, остров прямо это была профессиональная вещь, которая сделана была профессиональными музыкантами по всем канонам своего бизнеса. То есть, очень хороший был проект. Вот, а, ну, остальное там... Ну, не знаю, стоит ли за девизом поминать. Комитет охраны тепла, да? Комитет охраны тепла, да. Комитет охраны тепла тоже мощный. Ну, это из Питера. Это Сережа Белоса, да. Так, ну и вот, получается, стрельнули на дни рождения Боба Марли. Дальше как жизнь продолжалась? Ну, дальше пошло все хорошо. Там, единственное, я облажался со всем этим проектом очень мощно, потому что надо было менять вокалиста мне. Вот, переставать самому петь, играть на гитарке и брать кому-нибудь голосистого нормального. А мне, как бы, большие дяди своего бизнеса говорят, что все хорошо, братан, но все-то как-то, может, к тебе сомневаюсь. Если вы относитесь на поступление, так теперь уж поздно. Поздно. Поздно, прием уже закончен. Закончен. А если вы по другим вопросам, тогда давайте завтра. 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 Всего хорошего. Да я в себе не сомневаюсь, я понимаю, что я давно вполну на него калис. Вот. Я бы и сам, то есть, типа, давай слиняю. Вот. А мне все там друзья говорят, да нет, ну ты так клево поешь, ты так клево поешь. Я говорю, да блин, я... Пой. Птичка. Ну, вот так, вот так. Не, ну, я... Ну, понимаю, что я, конечно, пою, но это другие лучше, чем я пою. И вот, в итоге, вот на этой вот теме не проявил я вовремя гибкости должной. И из-за этого, собственно, проект и, наверное, не получил такого развития, как у МОБа. Потому что, ну, серьезно, очень многие люди в шелл-бизнеса хотели вложить серьезно. Но видно было, что где-то проседает, да? Ну, проседает, да. Ну, 98-й еще год был, там такой очень неровный, там, бандиты какие-то, туды... Кризис. Да, все-все. А вот с Дети Кеннеди гоняли в Европу, а с Амударьей как дела обстояли? Да, дело в том, что... Ну, во-первых, риггий-группа, это все-таки достаточно много народу. Ну, вот даже ездили там, когда на фестивале европейский, вот, зап-теви, у нас было 9 человек. Это еще, вот, у нас скромная такая, по большому счету, барабайщика даже нет. Между собойщик. Да. А так это нормально, там, человек 10, вот, 11. Риггий-групп с трубами, с бабами, там, все, там, все, пляхает, поет. Вот. Но это громоздко. Вот. А потом, на самом деле, скажем, вот из-за того, кто такой непонятный статус у самой группы, то есть такие вроде уже сейчас, опа, опа, опа. Сейчас выстрелим, да? Да, сейчас выстрелим, там. И потом говорят, да не, ребят, ну, мы что-то подумаем, мы ляпчатру висковой возьмем. Вот, все-таки. Вот. И они вот и выбирали, сидели, допустим, два коллектива, там, в кого мы будем вкладываться, там. Мы вроде там эти, хорохи, эти, хорохи, там, такие почитали репуты. Они такие, ага, не, шо, прости, там, давай, мы вот это все-таки выбрали, ты, там, давай, все-таки вокалиста, там, подумай, поменяй, там, смотришь. Вот, и, ну, как бы вот чисто по такой причине. То есть вот спустя тот момент, когда выяснилось, что денег вкладывать не будут, тогда распалась группа, или? Да нет, на самом деле на деньги никто не рассчитывал. Знаете, и... Не, а я не говорю про деньги, я был скорее к тому, что, ну, вот она какая-то вот недосказанность, что-то вот прям вот ощущение того, что вот прям сейчас, сейчас, вот сейчас взорвем, а потом раз, вроде как, блин, мимо протекло, то есть это же дело-то не в деньгах, а в том, что какая-то недостигнутая цель может быть. Ну, там, скорее всего, я так думаю, что связано это с тем, что вообще живой коллектив большой, это очень утомительно, и, то есть, оно должно, ну, скажем, такие коллективы должны выполнять какие-то конкретные задачи. То есть, ну, как вот сейчас это все так устроено? То есть, если у тебя нету группы графика концертов, на которых она зарабатывает денег, ты людей не удержишь просто, потому что, ну, все они будут сидеть и пойдут в другое место работать. Ну, если те, кто занимается, не хобби, а... Я говорю, да, именно про профессионализм, да, то есть, предполагалось, что все-таки мы пойдем уже по профессиональному пути, вот. И понятно, что когда, там, ну, как, артисты, они что, они первую голову любят концерты, во вторую голову деньги за концерты. Конечно. То есть, если у него концертов нет, ему грустно так, что, ой, вот, если концерты есть, то тут уже второй вопрос, есть деньги или нет. Да, не грустно. Фигня, братья пачи, сейчас мы встряхнем этот гадюшник, а? Поехали, давай. Вот, то есть, там, вот, если этот вопрос решается, то любой большой творческий коллектив вполне возможно содержать. Вот, а если, ну, нет денег, а надо, там, что-то на репетиции ходить, да, на третий раз никто не придет на эту репетицию. Ну, то есть, получилось, что, как бы, группа была, возможно, даже концерты были, а денег не было, так? Да нет. Или либо того, либо того. Я не в деньгах. Я не спрашивал, кем ты работаешь. Я спросил, сколько ты зарабатываешь. Дело не в деньгах, дело было в том, что, ну, грубо говоря, очень, очень трудно вот такое дело делать, потому что, ну, вот, взял, например, придумал песню хорошую, да, ну, там, за два часа сел на гитаре, там, придумал. А как вот ты ее сделал? Тебе нужен барабанщик, басист, вот это все. А если у тебя их нету, то у тебя и пышни нету. Угу. Ну. И так появился ДАП-ТВ? Да. Ну, потому что, там, ну, что захотел, то и сделал. Ну, то есть, одному же легче, да, и вроде как бы поспокойнее. Ну, так же дело не одному, а то, что один и один. Тут дело в том, что ты, как бы, сразу уже имеешь материал, сразу имеешь результат, сразу имеешь. Потому что живой коллектив – это результат, это концерт. Да. И все. Потому что записи – это отдельно, а результат – это концерт. Соответственно, чтобы вот этот концерт, у тебя пять человек, они должны все знать, где остановиться вовремя, в этом смысле в музыке. Где вступить, где чего. Они все это должны помнить. То есть, это достигается репетициями. Бахматы, прекрати, я знаю, что ты виртуоз. Соответственно, ну, себестоимость проекта… Возрастает. Возрастает в разы, да. А когда, ну, грубо говоря, какая-то часть, то есть, то, что нужно для выступления, то есть, живые музыканты, они там есть, а форму, я уже готов, и ты сам ее делал, и ты уже знаешь, что там все нормально, вот. То есть, это гораздо быстрее и проще, и, соответственно, результативнее, потому что, ну, все придумал, вот у тебя уже и есть. Дал партитурку и… Да, да. Не партитурку, а программку даже дал, и говорит, вот ты так играй здесь, чтобы вот хорошо было, всем видно было, что ты играешь. Я, чтобы такой… Там разберемся. А ДАП-ТВ, это ДАП-ТВ, это некое подобие вот саундсистем, или как вообще планировалось? Вообще саундсистем, конечно, саундсистем. То есть, это диджей, грубо говоря, и какие-то прям круши, вот. Ну, то есть, классичное самое саундсистем – это диджей и эмси. ДАП-ТВ Просто я не так сильно силен, ну, просто, мне кажется, это какой-то первый проект. Где? У нас, да, саундсистем какие-то такие. Саундсистем, ну, в принципе, карибасы. А. Вот. Вот самый такой пример – это карибасы, да, вот именно такой. В принципе, мы отличались от… Ну, в принципе, на ту пору вот, ну, форматом вообще не отличались. А было какое-то понимание, зайдет саундсистем вот этот или не зайдет? Людям. Ну, людям, то есть, там, группа, она всякая группа. То есть, ты играешь, она либо нравится, либо не нравится. А саундсистем это все-таки такое… Тут смотри, опять же, что делать. Классические саундсистемы, они… Ну, например, взять, как их выгляжу, не помню, из Амстердама-то эти. Всех знать-то. К нам приезжали, мы даже с ним что-то записывали. Слышь, мужик. Прости, что разбудил, но ты должен заценить. В общем, классично. Это… Они берут… Они работают с чужим материалом. Да, берут чужой, пластинкой. Да, и там от себя тяну какую-то МС гонят, там, это и все. Вот. И причем… И там немножечко… У нас вот вкусный сейчас так работает, кстати, вот недавно мы с ним выступали. Вот, да, то есть, там, Исай там у него, да, диджей. И вот, они ставят там, что попало, а он должен вот под что попало, что-то спеть. Вот Айболит так может. Айболит, 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 айболит МС, вообще что угодно поставь, он что угодно под нее споет. Вот, под любой музон он любую песню поет. Вот. Это вот, это МС называется. Вот. И поэтому там интересен, конечно, ну, там больше к цирку, да, уже. Вот. И вообще формат Ямайской дискотеки. Вы знаете, что это такое, например, Ямайская дискотека? Нет, я был послушал с удовольствием. Ну, слушать, да, я был пора. Ну, общий смысл, что там одна вертушка, и смысл диджей, он, как бы, круче всех тот диджей, у которого больше всего версия одной и той же песни. То есть они там, а сейчас мы послушаем песню Боба Марли в исполнении, там, 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 ну, как, в Лис Крифт Перри. А, Хася. И куда попал, там, это, на середину площади, ба-бах, там, крутится что-то. Вот. И секунд 30, наверное. Там народ такой, ну, вроде только танцевать, он такой, а, Хася, а вот теперь мы послушаем ту же песню в исполнении, там, дядя Вася. Хася, и опять посередине, куда попал, там, опять секунд 10, вот так вот 15, там, все такое, а, ладно. А вот теперь, вот реально, я когда первый раз это увидел, я думаю, что, ну, это, ну, наверное, это физка такая, наверное. Там, на фестивале в Италии было дело, там, сцена такая была, ну, вот, на следующий день, ну, мимо, хоу, на следующий день прихожу опять, то есть там, только другие люди уже, а это, оказывается, такой стиль. А в чем кайф? А я не знаю. Танцевать под это сомнительно, то есть это дискотека и называется вообще-то. Вот, ну, то есть он, ну, там, буквально, ну, больше 40 секунд точно на композиции не играет, он максимум куплет-припев. И потом он ее просто все это вырубает, снимает, вопит, что сейчас дальше еще поставлю. Граждане не расходимся. И вот так вот, вот такой формат. То есть вот, и это, блин, клоунадь, на мой взгляд. Ну, то есть вот вообще, и вот эти все, эти ямайские сансистемы, они интересные темы, что они стоят какую-то, ну, да, ту же версию Боба Марли, а там МСИ что-то под нее исполняет совсем другое, и как бы, ну, в этом и прикол, как бы. Вот, то есть такой юмор. В нашем случае все-таки это ближе к профессиональному, ну, и авторскому. То есть у нас, как бы, срепетированные вещи все-таки уже там как-то. Ну, описанность. А так это сансистема, это чистой воды импровизация. Этот что-то поставил, этот что-то лопит. Вот, вот так. Интересно. Так вот, у ДАП-ТВ был потом целый временной пласт сотрудничества с Лаверским. Как получилось? Ну, там не только с Лаверским. Там, на самом деле, был проект, вот, «Радуга» назывался тогда, это, где, ну, там все звезды, там, как-то мы с ними там сотрудничали. Ну, какие? Ну, с Агузаровой, Агузарова там мою песню спела. Потом Барыкин. И Лаверский, собственно, вписался случайно немножечко. Там песня вот была, я буду петь, да. И я думал, ее Скляр споет Александров, который вот. Бабангский. Да. И я ему позвонил, говорю, вот. Он говорит, хорошая песня, только, говорит, тут три ноты. А я Александров Скляр. А я говорю, а сколько вам надо? Пять? Шесть? Он же такой, говорит, ну, идите там, дорабатывайте. Я позвонил Сане Лаверскому, говорю, Саня, вот смотри, какая фигня. Три ноты, правда, всего, да? Хорошая песня. Он говорит, ну, да, он мне говорит, а это, ну-ка, поставь. А что за песня-то? Я колонкам там, в телефон. Он говорит, ну, отличная песня, давай, приезжай, записывай. И, собственно, вот так получилось. А потом песня эта всем очень понравилась, и мы в итоге записали еще альбом. Ну, я буду петь, пусть кто слышит меня на другом берегу. Я белый петель, тарисованный белом на белом снегу. Я могу улететь, я могу, я могу, я могу, я могу, я буду петь. А потом сделали еще такой смешной, юморной альбом, такой в стиле рэп. И еще есть материалный альбом, но пока вот не доходят руки, бог даст, дойдут. Вот этот этап творчества, он является каким-то особенным, и что-то про него можно сказать? Что вот, например, вот с Сашей Лаерским было прям вот огонь. Или, ну, как было, было, прошло. Ну, так-то мы, у нас с Барыкиным альбом, весь, и с Чечериной, с Юлей. То есть это не то, что прям было такое-то, это, ну, само очень интересно работать было, потому что, ну, Саша так творческий, талантливый человек, ему, ну, интересно. То есть идеи в голову приходят, то есть сидели там по ночам, мы у него там в студии записывали это все. И, ну, еще, конечно, очень хорошие музыканты у нас играли. Вот, поэтому альбом, я считаю, вот тот, который... Лица? Лица, да. Ну, это вот, я считаю, по звуку, это вот, из Санина, творчество самое лучшее вообще. А как к рэпу пришли? То есть, ну, я читал аннотацию, что там, спасибо, там, группе Кровосток, Бастя, там, это... Ну, а там, да, где-то написано. Да где-то написано, да. Не могу. Да, я просто Саня говорил, еще говорил, вот, смотри, Саня, Кровосток, какая смешная штука. Он такой, да это мне не нравится, что это Кровосток. А потом, через два года, он мне говорит, слушай, какая крутая штука Кровосток. И он говорит, Саня, я считаю, это... И вот, Саня открыл для себя Кровосток на каком-то этапе и говорит, надо нам что-нибудь тоже такое сделать. Ну, вот и сделал. Отлично. Дальше, вот, что касается творчества ДАП-ТВ, какие цели преследует группа? Ну, то есть, есть какая-то цель, да, к которой, там, следует идти? Или это просто, вот, как бы, что называется, по волнам, по течению? Ну, нет, это не по волнам, не по течению, это систематическая, как бы, работа проводится все время. То есть, идет каждый, там, ну, то есть, там, почти каждый месяц у нас клип новый выходит, там, каждый год уж альбом выходит, точно. Еще у нас несколько форматов, то есть, выходит либо с песнями альбом, либо чисто электроника, то есть, все по-разному бывает. Вот, а, ну, смысл в этом, как бы, да, я не знаю, но это, как, естественно, состояние художника творить. Вот, то есть, надо что-то делать. И мне, на самом деле, какая-то цель, вот, ну, в данном случае, цели, они у меня локальные. То есть, вот, песня придумалась, о, хорошая песня, надо ее донести до людей. Значит, что надо делать? Надо записать и, по возможности, видео снять, потому что так просто слушать у нас никто не любит. Всем надо видео. Вот. Ну, и вот, когда эту цель достигнута, то ставится следующее. Понял. В этом году группе 20 лет. 20 лет, да. Есть что-то, о чем сожалеешь, о чем, чего хочется поменять, или, может быть, есть время что-то поменять и сделать? Ну, к сожалению, как всегда, связаны, ну, в общем, некоторые сожаления, конечно, есть. То, что могли, конечно, больше сделать, гораздо. Вот. Ну, это человеческие факторы, люди так устроены, ты не мог, ну, пристегнуть, и, может быть, в уголках станков, и он работал, правильно? Вот. Ну, и мотивация должна быть у человека собственная все-таки, а не какая-то снаружи. Вот. Ну, поэтому, да, я бы все жил, и слава Богу. Вот, хотя бы с этой точкой зрения. Все впереди. Вот. Самая главная фраза сегодня. Будет какой-то помповый концерт? Ну, я думаю, да. Думаю сделать это, ну, на каком-то физическом носителе какой-то тираж альбома и делать нового. Винил был бы крутой, я бы прям с удовольствием в коллекции. Нет, винил укручиваю, обложка у нас такая, что там просто винил требуется. Там, ну, ее, ну, иначе там такая картина, что ее надо, конечно, на виниле. Вот. Ну, и маечек на печать, то есть все. Ну, и дату назначить, я думаю, где-нибудь конец сентября, потому что сейчас до лета не успеем, летом... Не сезон? Летом не сезон, да. Я думаю, где-нибудь конец сентября будем делать большой-большой, соберем всех, кто там это. Имел отношения, может быть... Ну, вернее, будет интересно, это уж точно, может быть, что-нибудь еще из этого вылиться. Ну что, друзья, мы заранее приглашаем вас на пока еще неорганизованный концерт Адаптиви на юбилей 20 лет. Надеемся, что винил к этому времени точно так же выйдет. Вот. И лично я от себя благодарю за интервью, приятно было познакомиться. Успехов творчества! Ну, спасибо большое! Программа «Их глубины» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова